Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала. С вами Наталья, и мы с вами находимся на нашей даче в Подмосковье. Наконец-то наступил наш долгожданный отпуск. Мы приехали с мужем вчера поздно вечером. Очень много дел. Сейчас у дачников, как говорят, горячая пора. В огородах уже начали созревать огурцы, ягоды. Уже много забот, хлопот у нас. Как, в принципе, начиная с мая, да, они у нас каждый выходной, эти хлопоты и заботы. Совсем недавно муж окосил участок. Видите, еще горшки стоят на скамеечке. Еще он их не опускал вниз. Ну, конечно, на этой неделе у меня много-много планов всяких разных. Например, я очень хочу перекрасить свою вот эту скамейку, обновить ее. Дальше очень много у меня разных посадок, разных пересадок запланировано. Сейчас прям так тихо-тихо. Видите, даже листочки не шевелятся на деревьях. Как я уже говорила, тихий деревенский вечер. Сейчас уже 8 вечера. Весь день я хотела поснимать, но не получалось, потому что муж косил, соседи косили. В общем, тут такой стоял шум от газонокосилок и от триммера. В общем, вот решила заснять вечером, когда уже тихо-тихо. Посмотрите, в каком состоянии уже сейчас гортензия крупнолистная. То есть за неделю она очень-очень сильно вообще распустилась. Прям наверствует упущенное, скажем так. Бутонов у нее очень много. Прям вот красота неописуемая. То есть через неделю это будет вообще невероятная красота в этом уголочке. Но вы знаете, что это вообще такой за кустарник. Шикарный, правда? Какой у нее цвет у бутонов. Вообще очень много опять появилось новых распустившихся цветочков. Я вообще, наверное, в следующий раз вам все подробно покажу и расскажу. Сейчас пробегусь быстренько. Быстренько. Посмотрите, как уже сейчас выглядят колеусы. Какие они сейчас шикарные. Погода у нас в Подмосковье очень комфортная на данный момент. 22-24 градуса. Не жарко, не холодно. Я вот люблю такую погоду, когда и спать очень хорошо дома, да, нет такой жары, духоты. И растениям комфортно. То есть они растут и цветут. Прям вот постояла бы подольше бы такая погодка. Ну, кто-то говорит, что хотелось бы искупаться и хотелось бы немножко пожарче, чтобы было. Ну, мне вот нравится вот такая. Цветочки мои цветут. Хочу я петунию завтра, наверное, подкормить. Правда, вот очень-очень много дел. Всяких разных не успеваешь все их переделать. Лабелия тоже начала цвести уже более ярко. Но я хотела вам показать. Мы сегодня ездили с мужем в наш местный городок и подкупили там две новые розочки. Как я говорила, что я, когда иду в отпуск, я покупаю новые всегда цветы. Вот они стоят, мои девочки. Муж их так поставил в центр. Они ему, чтобы не мешали, когда он косит. Я хотела взять именно здесь, потому что розы, которые я покупала здесь на местном рынке, очень хорошо зимуют. Вот взяла я розу, которая называется, ну, если я правильно читаю, Аллегрия. Вот такого она цвета. Ну, вот мне понравилась такая. Конечно, выбор там огромный. Вот решила взять я вот такую розочку. В общем, она должна тоже быть достаточно зимостойкая, морозоустойчивая. И вторая розочка вот такая. Единственное, что почему-то на упаковке, вот на баночке нет никакого названия вообще. Меня это немножко, конечно, огорчило, потому что я теперь не знаю, как называется это растение. Может быть, кто-то из вас знает, тогда напишите мне, пожалуйста. Вот такие две новые у меня красотульки. Буду их высаживать или завтра, или, может быть, послезавтра. Ну, буду сначала искать, конечно, им подходящее место. Распустилась вот еще вот такая у меня розочка. Мне ее подарила родственница. Даже вообще не знаю, что это за роза такая. Смотри, как она цветет. Вообще без укрытия зимовала. Вы знаете, она у нее, вот эта роза, она прям, у нее огромная-огромная. И она прям подошла вот лопатой хрязь по ней, отрубила мне сколько могла. И дала мне вот эту вот красоту. Представляете? Вот, что за роза, я не знаю. Но цветет тоже она очень красиво. Вот еще такая распустилась у меня розочка. Тоже я ее очень люблю. Пока еще тут один у нее распустившийся бутон. Но скоро будут еще бутончики. Название сказать не могу, потому что она у меня уже давно. Лет, наверное, пять или семь. И я как-то тогда название еще и не запоминала и не записывала. Продолжает свести моя вот эта новая плетистая роза. Вот, но она так все вот как-то у нее цветочки все где-то вот в серединке. Все мне не нравится. И распустилась еще вот такая у меня роза. Это тоже я покупала тут на местном рынке. Тоже перезимовала она достаточно хорошо. Еще хотела я вам показать, что распустились у меня лилии. Да, еще у меня, конечно, не прополоты грядки. Еще у меня тут много везде травы. Ничего-ничего, скоро я наведу тут красоту и порядок. И вот пока хочу просто вам показать цветение своих лилий. Вот это вот вообще шикарная лилия. Это я покупала в Москве в мире увлечений. Вот ее и вот рядышком еще сидят, растут три красотульки. Они тоже скоро распустятся. А это посмотрите. Это цветок остеосперму. Посмотрите, как он к вечеру складывает свои листочки. Растет он у меня первый год. Их у меня выжило всего после майских заморозков три штучки. Но я уже буду иметь представление, что это за цветочек такой. Отовсюду слышны косы. Я все-таки решила зайти в парничок, прежде чем соберу свой урожай и покажу свои вот огурчики. Вот какие хорошенькие. Тут сортов несколько. Вот этот сорт, вот этот конкретно, называется Герман. Вот наверху уже огурчики висят. По низу. Вот рядом сорт, называется Клавдия. Тоже хорошенькие огурчики. Не знаю, сколько я сейчас на я наберу. Но, в общем, мы уже кушаем их и уже делали малосольными. А в углу, вот там сорт называется Маша. Ф1. Вот Маша. Тоже хорошие огурчики. Не снимали их несколько дней. Сейчас вот в самый раз их собрать. Вы мои хорошие. Оно сколько. Красота. А вот такой в этом году у меня перчик. Вот такого цвета. Как баклажан. Перчиков тоже много. Какие-то я подвязала, какие-то еще нет. В общем, тут тоже сортов у меня несколько. Сортов пять, наверное. И вот такие вот темные. Есть и желтые, и красные. Какое-то есть воловье ухо называется. Который прям должен быть огромным-огромным. Не знаю, какой из них. Тут я не подписывала. Но он будет заметен. То, что он будет просто... Этот перец очень-очень крупный. Возможно, что это он и есть. Много, что распустилось еще. Например, вот распускаются уже флоксы. Уже распускаются древовидные гортензии. Постановились мои горшки. И зацветает герань в моих горшках. Я вам покажу тогда это тоже в следующий раз. Вот я просто сегодня хотела именно показать вам новые свои розочки. Не буду затягивать долго видео. Теперь я буду стараться снимать вам почаще. Рассказывать о своих делах. Впереди меня ждет еще засолка огурцов. Варить будем варенье из земляники, из клубники. Поспевает уже красная смородина на подходе. Надо мне щавель оборвать еще, засолить на зиму. В общем, дел очень и очень много. Но я буду все равно, девочки, делиться с вами этой неописуемой красотой и своим отдыхом на своей любимой даче. А сейчас всем пока-пока. Всем приятных моментов. И до встречи в наших садах и огородах.